Вот уже 34 года длится восстановление Благовещенского храма в Супросльской мужской обители, основанной еще на зре 16-го столетия властителем этих земель князем Александром Хаткевичем. Митрополит смоленский Иосиф Солтан в те времена расцвета православной культуры на западных рубежах Великого княжства Литовского, Русского и Жемойцкого даровал монастырю в Супросле копию, список чудотворной смоленской одигитрии. Впоследствии этот образ и сам прослыл чудотворным и получил наименование Супрослецкого. К сожалению, во время эвакуации перед фронтом Первой мировой войны он был утрачен, остались только списки, но и от них по молитве верующего народа Пресвятая Богородица являла свою милость. Братья и сестры, здесь, в этой возрожденной и святой Модители, каждый день наступает преображение человеческого естества. Здесь множество народа притекает, чтобы перед образом Божией Матери излить свое сердце, свою боль. Во время Второй мировой гитлеровцами был взорван центральный и самый древний храм обители в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Время собирать камни наступило в середине 80-х. Наверное, на Подлясе нет ни одной православной семьи, которая бы не поучаствовала в возрождении святыни. Не только отстроили святыню, всячески стараемся, чтобы вернуть храму первоначальное иконографическое состояние, и в этом должна принимать участие вся наша общественность, в том числе и власти, местные, а в их лице и центральные, поскольку таких строений в Польше больше нет. Действительно, православных храмов оборонного типа, романа готической архитектуры, кроме супрасельского, в Польше больше нет. Но Благовещенский храм славился и фресками, выполненными пять столетий назад сербским монахом Нектарием со спутниками в Балканно-византийском стиле. Частично оригинальные фрески сохранились и доступны для обозрения в супрасельском музее иконы. Сейчас же возрожденный храм снова расписывается в старой технике росписи по сырой штукатурке «Алафреска» с сербскими мастерами. Как раз к празднику супрасельской одигитрии профессор Горан Яничевич из Белграда с учеником Меодрогом Мелутиновичем завершили роспись арок, сводов и парусов. Можно их называть вторым нектарем, который они точно представляют. Даже с теми ошибками, которые есть написаны на этих фресках. Потому что, как я сказал, не сам Нектар это делал, делала группа этих художников. И там, конечно, являются некоторые неточности в званиях греческих букв и церковнословянских. Здесь эти ошибки тоже мы оставляем, потому что мы хочем на 100% создать такие же самые изображения, как были в половине XVI века. Таким образом, монастырь в супрасле постепенно возвращает былую славу и красоту. Вместе с ним преображается и сам город, и дорога к нему. Зону вокруг супрасля власти объявили рекреационной. Это жемчужина, и супрасль должен использовать все свои возможности. А сейчас, когда мы едем сюда, видим информацию, что это курорт супрасль. Когда-то так не было, а сейчас мы едем на курорт супрасль. Задача местных властей, чтобы это место действительно было местом оздоровления. Не только для тела, но и для души. Души мы можем лечить, собственно, в таких местах, как это. У икон Божьей Матери и святого апостола Иоанна Богослова. И это наша задача. Задача, чтобы прежде всего обогащаться в вере. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Супрасли, Подлясье, Польша. Супрасли, Подга. Продолжение следует...